Сегодня в Иловайске на стадионе «Локомотив» состоялся футбольный матч между командами трудовых коллективов Донецкой и Луганской железных дорог. Кому достался Кубок Дружбы, главный трофей соревнований, знает Валерия Отинова. Торжественное открытие Кубка Дружбы началось с традиционного обмена рукопожатиями, сувенирами и приветствиями спортсменов, болельщиков и почетных гостей матча. Я думаю, сегодня в холодную погоду разбавит горячая, дружественная игра наших сборных команд и работников Донецкой и Луганской железных дорог. Огромный сегодня праздник, первый послевоенный матч, надеюсь не последний. Всем удачи и победы. После слов напутствия и долгожданного стартового свистка арбитра первыми в атаку бросились футболисты ДНР. Они в белых футболках. Донецким железнодорожникам понадобилось буквально несколько минут для того, чтобы мяч оказался в воротах команды из ЛНР. Окрыленные быстрым голом футболисты ДНР усилили натиск и второй мяч в сетке соперника не заставил себя долго ждать. Только после того, как на табло появился счет 2-0, дончане несколько расслабились и отдали инициативу Луганску. За игрой любителей с трибун Иловайского стадиона «Локомотив» наблюдало немало болельщиков. Интерес к игре подогревал международный статус матча. Очень большая честь принимать у себя гостей из нашего ближнего и очень близкого, скажем так, нам зарубежья, луганчан. Матч дружбы между железнодорожниками Луганской и железнодорожниками ДНР. Даже несмотря на такое тяжелое для нас время, мы все равно находим время для спорта и для воссоединения наших народов. Конечно, буду болеть за наших. Осталось разобраться, кто наши, потому как и дончане, и луганчане наши. Но своя рубаха ближе к телу, конечно, буду болеть за дончан. Болеть за железнодорожников ДНР сегодня было легко. Дончане не позволили своим визави из ЛНР реализовать хотя бы одну атаку и завершили матч с разгромным счетом 7-0.